Ураган четвертой степени здесь. Четвертая степень это дохера. Про-трак. Good morning. Так, взяли груз на Флориду. Не надо в Майами гоночку погонять. Поэтому там же чемпионат, поэтому я не пропускаю. Вот, здесь участок. Проезжаем какую-то деревушку. Так, нам надо как-то повернуть. Как нам повернуть? Who know? Он говорит нам поверните. А мы не можем повернуть туда. Прямо no tracks. Там ремонт. Так, мы в какой-то деревушке вообще непонятной. Забыл даже называется. Так, подождите, нам надо налево. Так, вам давайте буду выяснять. Видите, тракса нам туда налево показывают навигаторы. Ну вот, собственно говоря, и поворот. Значит, да, вот он. Трак. Так, подъезжают здесь. Взяли мы умлифт. Уже возили мы такой на Майами. Вот, платят. По сегодняшним меркам, в принципе, неплохо. По сегодняшним меркам. Вот. То есть у меня такая с тем получилось, что я еду-то рановато. Но сейчас, блин, такая ситуация, что можно куда-то поехать, а оттуда уже на самолет полететь в Майами на гонку. Да, потому что грузов иногда просто нету. Ну, они есть, но они реально за такие копейки, что... Короче, что зарабатывают все, кроме водителя. Вот, поэтому нет смысла такие брать груза, в принципе. Вот. А что-то более-менее адекватное может и не быть. Поэтому едем сейчас. Как появилась возможность взять груз какой-то, то едем сейчас. Конечно, я хотел бы поехать куда-то, оттуда в Майами. Но сегодня вторник, пятница мне надо быть. В принципе, у меня там в запасе-то один день буквально. То есть я мог взять до куда-нибудь, там я, например... Шарлотт, танцировал, да? До Шарлотт, ну, я, к примеру, говорю, да, там. А я нахождился в Саракьюзе. Допустим, до Шарлотта и Шарлотта в Майами. Мог, мог. Так, ребята, вот давайте мне тут надо это понимать, что делать. То есть в Пенсильвании, в маленьком городке, где, в принципе, очень сложно ездить на траке. Вот, так они еще и тут ремонт дорог устроили, короче. Закрыты некоторые направления. В общем, пришлось тут поколесить. Ладно, нашлись. Все нормально. Все приехали. Какая огромная компания вообще. Короче, тут снимать строго запрещено. У них везде знаки, что снимать нельзя. Но мы же преступники. Мы мокрые бандиты. Так и запишите, мокрые бандиты. Заткнись, Марк, иди в машину. Поэтому не могу. По встречке идут вот эти форклифты. Поэтому снимаем. Короче, я понял. Это завод вот этих штук. Именно завод. Потому что... А, о. Ну вот сюда. Ага, интересно, где мы встанем. Так, друзья. Все, загрузился. Потом покажу. Было там неудобно. Надо было место освобождать. Другие траки подъезжают. Места там в парковке нету. Вот, так что... Еду, мучаюсь тут по горам. Вес 40 тысяч паунтов. Вот, так себе. Так себе здесь. Вот, выпуска. Крак в гору. Вообще там здесь такие... Как бы... Такая дорога, дорога, дорога. Херак такой подъем, короче. Вверх. Вот, так что... Здесь сейчас ровно. Вот, трак начинает сразу греться. Еще я... Я, в отличие от других, пропускаю, ребят. Я вот сзади смотрю, что я начальник колонны стал, да? Вот. Я увидел местечко, остановился, всем помахал. Типа, проезжай. Все люди благодарны сразу же. Все сразу же мне машут в ответ. Типа, респект вообще, чувак. Вот. И... И все. Пропустил. Дальше еду. Чего я вам советую делать. Так, пойдем посмотрим, что там мы загрузили. Значит, рассказываю про цепи. Вот, это одна цепь, но работает как две. Уже рассказывал, но люди спрашивают. Люди многие неправильно делают. Многие берут ее как одну цепь, натягивают, и два вот этих байндера. Это неправильно. Суть какая? Видите, вот эта цепь. И вы берете с внутренней стороны. И если вот эта цепь ослабится, вот эта цепь ослаблена сейчас, да? Вот смотрите, вот это вот как выглядит. А вот эта, ну, нормально выглядит, но похуже. Вот, понимаете, в чем суть? Потому что сделана как отдельная цепь. Все. Вы используете одну длинную цепь, делаете как две. Здесь абсолютно то же самое. Изнутри. Все. Та цепь лопнет, порвется по феру. Это останется. Хотя цепь одна. Здесь то же самое. Вот эту штуку, не забываем делать ее. Потому что за вот эти люльки, если вы их никак не зафиксировали, будет проблема. Наслабляются они часто, поэтому ее с люльку, видите? Ни чего не подложил, забыл подложить. Две дырки. Вот вся история. Едешь такой птирак, а у тебя сзади такой вот лоу. У него и фары на дальнем. И, ну, вообще все хорошо. Короче, едем навстречу урагану. Сверх в Тампу приходит ураган. Везде навигаторы все орут, что ты типа, что делаешь там, ураган как бы. Ну, а там не похеру. У меня в воскресенье гонка. Поэтому мне похеру. Мамер Ася, а. Классик какой-то старый. Ладно, беру свои слова назад. Чувак не пи***ь. Вот. Я ему дальний включил, когда он меня обогнал. Он извинился и выключил, кстати, дальний свет. Вопросов нет. Ваня облажался. Бывает, что. Вы прям святые, да? Хотел вам показать две фантастические вообще штуки. Смотрите. Первое. Мы хренащим прямо навстречу урагану. Вот он. Он подходит, видите? Кейп Корал. Ну, короче, к тому побережью. Вот ураган четвертой степени здесь. Четвертая степень это дохера. Ну, он ударится третий. Точнее, он ударится четвертый, но потом быстро погаснет. Это нормально. Вот, проходит. Вот я еду в Миами. Прямо будем его так вот убить. Так вот он. Так вот он. Так вот он. Вот. Это первая пушка новых, да? Потом смотрите. Чудеса паркинга. Чувак, красава. Вообще. Вообще красава. Это трейлер для мувинга используется, а? Как вам парковочка, ребят? Херак? А? Вот так там стоять? А вот так вот встали. Раз, два, три, четыре места. Расчерчены. Ну, вообще классно. Это что, как будто делать? Ну, просто раз так можно, оказывается. Набава. Ну, слушайте, ветер так усилился. Вот я проснулся, да? Вот сколько там? Ну, полчаса назад, да? Я там ходил, колеса проверял. Проверял колеса. Не помогает. Они все равно взрываются постоянно. Ну, вот. China. China Tire. Значит. А сейчас ветер прямо усилился. Прямо уже дует, дует. Just do it. Вот в Майами в некоторых районах прошелся такой приличный ветер. Кстати, он мне дует в спину. Что самое радостное для меня. Ну, это все будет меняться. Ну, вот сейчас дует спину. Это хорошо. Значит. В Майами тоже прошелся. Там поломал какие-то ветки. Листья. Ну, то есть не сильно, слава богу. Потому что самое стрёмное было в урагане. Вот Ирма, да? Был ураган Ирма тогда. Вот. Это... Там как таковых разрушений было не очень много. Было просто то, что обломало ветки. Ветками или деревьями провода электропередач. Просто потом в течение месяца реально в некоторых домах не было кондиционера. Представляете, у вас жара стоит днем. 35, влага сильная. А у вас нет кондиционера. Вот это было жопа. Ну, опять же, допустим, нам тогда повезло, например. Да, у нас во время урагана работал интернет, свет. Никого по поводу эвакуации нам сказали как хотите. Потому что из некоторых домов принудительно эвакуировали. Вот. Ну, как бы добровольно-принудительно, скажем так. Говорят, что вы, конечно, ну, типа, выключим все в доме. Вот. И закроем его. Типа, если вы хотите, вставайтесь. У нас не было. Все работало. Всегда, слава богу. И вот в соседних домах реально у людей там 2-3 недели не было кондиционера. Ну, это жопа. А у некоторых месяцев. Ну, welcome to Florida. Так вот нас встречает на 95-ке знак. Великам, великам. Там коп стоит. Ну, че, проехали. Ну, я кораблик. Проехали немножко ураганчика. Ну, как ураганчика, то есть он далеко отсюда, но от него вот этот хвост. Я почувствовал, ну, как глобально обычный дождь с ветром. Ничего такого прямо сверхъестественного я не увидел. Вот. В принципе, и не должен. А вот завтра здесь может быть посерьезнее чуть-чуть. Именно посерьезнее чуть-чуть. Потому что весь ураган будет в Тампе. Ну, Тампе-эре. Там чуть пониже Тампе, между Нейплсом и Тампе. Куда-то туда он прилетает. Чек-энжин у меня загорелся. Постоянно горит. Хер знает, что это такое. В целом, все спокойно. Сегодня разгружусь. Вот это радует. Все, вечером буду уже at home. Кевину привет. Кевин на твоем экзите съезжал. Разворачивался. Все, подъезжаем. Ветки валяются. Повсюду. Траковый навигатор красавчик предлагает мне, как бы, вот запарковаться на дороге. Ну, ладно. Так, что еще, что еще. Все, разгружаемся. 3200 мне заплатили. Вот. За этот груз. 3 доллара за милию. Вот он 2 доллара 97 центов. Если бы точно. Ну, так округлим уже, да. 3 доллара за милию. Он стоил. Сейчас разгрузимся. Не знаю, снимать там можно нельзя. Хотя что-то снимать не просто. Ну, съедет. А, вопрос съедет ли, кстати, при таком ветре. Будет ли они съезжать. Тоже сейчас задается актуальный вопрос. Так, вы навигатор вообще куда-то уехал. Когда поворачиваешь. А, дебилы. Заезжают. Вот они, эти штуки. Наверное, сюда. Я не знаю. Ладно, ребята, буду я искать, куда мне ехать. Я не понимаю. Вот так бывает. Приезжаешь, они тебе говорят, а мы тебя сегодня не разгрузим. Не потому что ураган, не. А потому что, он говорит, у нас по appointment. Я говорю, ну, я впервые об этом слышу, про appointment. Документы посмотрели, там тоже ничего про это не написано. Он говорит, я не знаю, говорит, у нас только по appointment. Спасибо, бля. Поэтому он говорит, что... Короче, договорился с ним на 10 утра. Почему на 10? Потому что до этого пробки сильные. Вот. А к 10 уже нормально будет. Договорился с ним на 10 утра. Поэтому, говорит, что все тогда... Вот. Ну, я надеюсь, что брокер нам за это заплатит. Хотелось бы. Как-то так, друзья мои. А у них сейчас, он говорит, у меня нету ни людей. Говорит, у меня все рэмпы заставлены. Я говорю, у меня есть рэмпы. Я говорю, можете его согнать. Он говорит, нет, у меня нету людей. Я говорю, ну, окей, хорошо. Нет людей. Пожалуйста. Так что, примерно так. Как классно, что я помыл трак. А, да мне другой вопрос. Как я буду на BMW вот отсюда выезжать? Вот это вот интересный вопрос. Потому что тут море как бы образовалось. Океан. Очень интересно. Вы же знаете, да, как действовать в таких ситуациях на низких машинах? На переднемоторных. Как проезжать через броды, если надо. Ну ладно, не знаете? А, ты знаешь, да? Вот, короче, кто не знает, некоторые знают, некоторые нет. Задом. Чтобы не залить мотор задом. Ну, короче, что, брод там фигня. Поэтому нормально все. Проедем и так передом. Ну, вообще, если глубоко-то задом, имейте в виду. То есть, если вы на легковой машине увидели, что у вас затопило, ну, допустим, какая-то жопа никак, разворачиваетесь и едете, просто задом сдаете и все. Тогда вам мотор не зальет. Поэтому, ну, либо не едете. Ну, кто это тут у нас стоит? А кто это такая хорошая? А тут запчасти от трака. Погнали. Удачи! Удачи! Продолжение следует...